В Ленторе разыграли буран, электрогенераторы, бензопилу. В городе стартовали Дни оленеводов, охотников и рыболовов, которые пройдут в четырех поселениях Сургутского района. Они сопровождаются зрелищными состязаниями аборигенов и угры, гонками на ледних упряжках, метанием аркана, стрельбой из лука и прочим. Продолжат наши коллеги из Ленторинформ. В этом году национальный праздник День рыбака и охотника в Ленторе собрал участников из пяти территорий. В гости к местным ханты съехались коренные жители из Рускинских, Ультьягуна, Нижний Сартымского, а также аборигены, проживающие на угодьях в районе Быстринки. В это время как раз съезжаемся и медкомиссию, чтобы все за одно сделали. Приехали из Расных, тут с Рускинских, с Артыма, которые редко-редко видимся. День рыбака и охотника в Ленторе организуют местные власти, учреждения культуры, спорта и градообразующие предприятия. От устроителей праздника, развлекательная программа и, конечно же, призы участникам зрелищных соревнований. Хотелось бы пожелать, чтобы из года в год все более активнее население города участвовало в этом мероприятии, не засиживалось дома, а выходило на прекрасный свежий воздух для повышения своего здоровья. Хочу пожелать всем, тем, кто будет сейчас соревноваться, победы. Ну а жителям города, естественно, приятно провести время. В гонках на оленях-упряжках соревновались 13 мужчин. Справиться с диким животным, а олень в отличие от лошади сложнее, поддается дрессировке сложно. Чтобы отвоевать победу, погонщику нужно учесть как нрав, так и возраст оленя. Ведущий олень в упряжке Валерия Кантерова слон пять лет назад принес хозяину удачу, первое место. Сегодня, к сожалению, семилетнему слону выше третьего, говорит Валерий, не подняться. Главный приз в гонках на оленях-упряжках – это снегоход «Буран» достался Николаю Кантерову. В соревнованиях же на снегоходах участники, это около 40 человек, боролись за призы, предоставленные администрацией города. Первое место среди женщин и, соответственно, электрогенератор на этот раз достались Ларисе Колывановой. На праздники не впервые, ходим каждый год. Очень нравится. Да. Смотрим соревнования на оленях, бросают, конкурсы хорошие проводятся. Отдыхаем в семье и приходим сюда. У вас тоже не впервые. Мы и туда, и туда ездим. Туда, и туда, и сюда. И в Руссенске, и в Сыргуте, и к вам. Есть с чем сравнить, да, вполне достойно. Лучшим среди мужчин стал самый взрослый участник. В свои 54 года Сергей Сингепов быстрее всех добрался до финиша. Подарком стала бензопила. Победители в соревнованиях по национальным видам спорта прыжки через нарты, метание Тензиана на хореи награждались денежными призами. Победители в соревнованиях по национальным видам спорта прыжки через нарты.